Привет, я Анна Красовская, профессиональный кондитер, и сегодня я покажу, как готовить зефир. Это традиционно русский десерт, который я очень часто готовлю в своей студии для моих клиентов, как в России, так и за рубежом. У него очень-очень простой состав, вы спокойно его приготовите у себя дома на кухне. Ну что, давайте начнем. Ингредиенты для нашего зефира. Это пюре. Пюре может быть практически любой ягоды или фрукта. В данный момент мы возьмем клубничное пюре. Это сахар. Сахара, как вы видите, у нас две порции. Практически на килограмм зефира у нас идет порядка 700 грамм сахара, то есть это очень много. Агар. Агар это желирующее вещество, которое помогает стабилизировать нашу ягоду вместе с сахаром. И, соответственно, дает такую упругость. Вода, куриный белок и лимонный сок. 300 грамм ягодного пюре нам нужно в сотейнике уварить до 250 грамм. Вы можете взять просто клубнику свежую и в блендере ее размолоть. Вы можете взять клубнику замороженную, разморозить ее и смолоть ее в блендере. Вы можете взять ягодное пюре любой фирмы, которое уже продается именно пюрированное и в пакетах. То, которое у вас есть, тем и пользуемся. Соответственно, берем сотейник, ставим его на плитку и увариваем пюре до 250 грамм. Пюре уварили с 300 до 250 грамм. Отправляем его в дюжу. Выливаем лимонный сок. И 250 грамм сахара. Смешиваем. Теперь оставляем остывать наше пюре с сахаром и с лимонным соком до комнатной температуры. Следующим этапом будет сироп на агаре. Нам понадобится большой сотейник. Я советую взять именно большой, потому что тогда, когда сироп будет готовиться, мы его будем доводить до определенной температуры, он будет очень сильно пениться. И если вы возьмете сотейник маленького объема, у вас, возможно, будут проблемы, ваш сироп начнет выливаться на плиту. Обнулили. 160 воды. И 8 грамм агара. Агар смотрите, чтобы был весь. В принципе, в некоторых рецептах советуют замочить агар, дать ему набухнуть, чтобы он побыл немножечко, там, намок. Я такой человек, который не любит ничего ждать, мне надо очень быстро. Я никогда ничего не замачиваю, просто высыпаю и начинаем нагревать. Наше ягодное пюре остыло. Мы начинаем взбивать ягодное пюре вместе с белком. В два этапа. Сначала мы одну часть белка взбиваем, потом добавляем вторую часть белка. Всего у нас белка 52 грамма, соответственно, по 26 грамм. Пока наше ягодное пюре взбивается, мы будем готовить сироп. Сироп нужно довести до 110 градусов, а затем тонкой струйкой влить в наше ягодное пюре. Закипятили наш сироп, воду с агаром, и как только он закипел, мы добавили 475 грамм сахара. Сейчас мы его доводим до 110 градусов. Если у вас нет градусника, то проверить готовность сиропа достаточно просто. Вы должны взять палету, опустить ее в сироп, вытащить. И если у вас капли будут стекать и оставаться такие тонкие, как паутинки, ниточки, значит сироп готов. Но все-таки я советую приобрести градусник. Вливаем сироп тонкой струйкой. Вытрыть нашу ягодную марш. Важная информация, которую вы должны знать про зефир, то, что его нужно отсаживать обязательно теплым. Потому что как только он остывает менее чем на 60 градусов, он сразу схватывается. И отсадить его уже будет невозможно. Поэтому зефир отсаживаем горячим. Ну что, отсаживаем зефир. Вот, мы отсадили наш зефир. Теперь ему нужно полностью остыть, стабилизироваться. Затем мы просто его посыпем сахарной пудрой и склеим между собой две половинки. Зефир у нас остыл. Смотрите, он не липнет к рукам. Теперь нам осталось его посыпать сахарной пудрой и собрать. Зефир покрылся корочкой сверху, но остался липким внутри. Поэтому мы легко можем склеить половинки между собой. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Радуйтесь своих родных и близких. Если у вас остались вопросы, то задавайте их здесь. А если не хотите пропускать все новое и интересное, то подписывайтесь на мой YouTube канал. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok